Всех представителей знака Зодиака Рыбы, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу вам предложить онлайн-тероскоп для вашего знака на апрель 2018 года. По традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца, какие события наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и вы получите совет от карт, как наиболее продуктивно провести вам этот период. Работать мы сегодня будем с интересной колодой, называется на двустороннее либо реверсивное таро. Колода не имеет рубашки, а имеет лицевую и обратную сторону, то есть аверси и реверс. Ну и соответственно, знаете, свое такое нестандартное толкование арканов. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения, давайте картам запрос, а именно, как для вас отыграется апрель 2018 года во всех сферах жизни. Хочу напомнить, что расклад все-таки предназначен для широкой аудитории, однозначно он не может у всех проиграться, потому что для некоторых необходимо смотреть аэроскопы не только по знаку зодиака, а по знаку своего студента в натальной карте. Учитывайте, пожалуйста, эти моменты, сопоставляйте и смотрите, по каким знакам для вас наиболее отыгрывается ситуация. Итак, общая атмосфера месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, ну давайте смотреть. Апрель у вас, смотрю, судя парка нам неоднозначный, но тем не менее. Итак, смотрите, общая атмосфера месяца. Здесь у нас падает с вами реверс пятерки жезлов. То есть, знаете, как накаленная обстановка, ситуация борьбы. Борьбы, которая достигла уже своего апогея. То есть, например, ситуация конфликтов, который долго-долго вызревал, либо который вы замалчивали, либо каким-то образом пускали на самотек. Вот теперь он, знаете, как назрел и взорвался со своей самой мощной энергетикой и негативной стороной. То есть здесь вы будете отставить свои права, с кем-то бороться. Если с позиции работы, это ситуация конкуренции, когда вас пытаются какой-то подсидеть, да, каким-то образом сместить вас с должности. Либо это происки бизнес-партнеров. Если с позиции личной жизни, то здесь четко идет ситуация, знаете, как обострение взаимоотношений с кем-либо. И не обязательно партнеров. Это могут быть родственники, близкие и так далее. То есть накалка страстей, который в целом вам каким-то образом, ну, немножечко подпортит атмосферу. То есть вызовет на вас какие-то бурные эмоции. Вот знаете, какие-то ссоры, конфликты, проявление агрессии, выяснение взаимоотношений. Но в целом, как говорит Пятерка Жезлов, на самом деле это неплохо. Потому что не нужно замалчивать конфликты, не нужно от них уходить, потому что все вот эти вот наши посылки сгладить острые углы, потом вот оборачиваться таким негативом. Лучше все какие-то неприятные моменты решайте сразу, скажем так, не отходя от кассы. Что вас ожидает в плане работы? Здесь у нас падает реверс двойки мечей. Здесь ситуация закрыта. То есть либо вы, например, в целом безработный, вы не можете найти работу. Если вы же все-таки наемный работник, то ситуация какого-то застоя. Почему застоя? Вот по Пятерке Пентакли. Помимо всего прочего, для многих работа здесь может проиграться, вот эти как со здоровьем. Здесь у нас падает аверс Пятерки Пентакли. То есть для кого-то это может быть ситуация заболевания, когда вы на больничном, и в целом по этому по работе идет ситуация застоя. Но вообще двойка мечей, ее реверс часто указывает на какое-то, знаете, как закрытие путей. То есть либо отсутствие личного роста, либо какой-то мотивации, либо на работе нет перспектив. То есть давайте, знаете, как для вас закрыты все двери. Поэтому, как говорит карта, прислушайтесь к своей интуиции и к своему разуму. Сопоставьте все за и против и посмотрите, в каком направлении вам необходимо двигаться. Так, что касаемо финансов. Здесь десятка кубков. Ну, это карта либо семейного бизнеса, либо то, что вы, например, в этом месяце будете находиться на содержании своего супруга, своей половинки, своих родителей. Потому что вот по пятерке Пентакли у вас ситуация все-таки какого-то застоя в плане здоровья. Вы можете болеть. Или же в целом эта карта говорит о хорошей прибыли. То есть у вас не будет с этим никаких проблем. То есть премии, какие-то подарки, ситуация субсидирования и так далее. То есть с позиции финансов по десятке кубков у вас какого-то все будет хорошо. Что касаемо здоровья. Пятерка Пентакли. Здесь ситуация, знаете, истощения ресурсов. То есть эмоционального, физического. Знаете, вот это очень часто бывает у трудоголиков. Когда вы, не жалея себя, работали на износ, нагружали, нагружали, нагружали и все, наконец организм сдался. Вот теперь вам нужна ситуация восстановления. Скажем так, восполнить свой запас энергетический и эмоциональный. То есть отбросить все какие-то негативные мысли, какую-то мнительность, которую вы сами себя накручиваете. И, скажем так, прийти в состояние выздоровления. Что касательно личной жизни. Здесь у нас падает аверс карта солнца. Ну, замечательная карта. Ну, вот это видно по позиции финансов. То есть если вы в паре, это крепкий, прочный, надежный тыл. То есть это ситуация, знаете, когда о вас заботятся, когда о вас любят, холят, лелеют. Это ситуация теплоты, доверия, любви во взаимоотношениях. Дом полная чаша. Для кого-то, кстати, это может проиграться, как ситуация, например, вынашивания ребенка. Почему я так говорю? Потому что вот здесь вот это сочетание может говорить о том, что вы, например, находитесь на сохранении. Поэтому для вас ситуация застой в работе, но с позиции личных взаимоотношений. То есть у вас все прекрасно. Если же вы все-таки свободны, то по этой карте у вас есть все шансы обрести вторую половину. Найти партнера, да, либо познакомиться с кем-то в апреле месяце. Потому что солнце сам по себе такой аркан, когда, ну, судьба вам благоволит. Есть все возможности наладить свою личную жизнь. А если вы находитесь во взаимоотношениях, то, скажем так, укрепить их. Если вы были в ссоре, вы помиритесь. Если у вас были какие-то неразрешимые, в целом какие-то дилеммы, споры, вы найдете общие точки соприкосновения. И общий итоговый аркан, который дает совет вам арканы. Здесь у нас падает реверс пятерки кубков. Карта говорит о каких-то потерях в прошлом. Почему в прошлом? Потому что ваш взгляд устремлен все-таки на то, что, скажем так, уже себя отжило. И вы понимаете, что за спиной у вас идет новый росток жизни. То есть есть новые перспективы, нет повода отчаиваться. Самое главное вам в этой ситуации все это разглядеть. И не подпитывать свои негативные эмоции, потому что это негативно сказывается на вашем здоровье. Какие-то ваши внутренние переживания. Вот то, что негативным опытом легло, скажем так, на вас отпечатком. Для кого-то это знаете, как может отыграться. Вот если вы в прошлом потеряли ребенка, здесь у вас нет ситуации какой-то боязни. Вот вы находитесь на сохранении и очень сильно переживаете по этому поводу. Не нужно. То есть то, что было, это в прошлом. У вас идет новая ситуация, ситуация возрождения, ситуация роста, судьба вам благоволит. Поэтому не накручивайте себя, восстанавливайтесь эмоционально. Скажем так, не зацикливайтесь на каком-то негативном опыте, который был в прошлом. Потому что что такое вообще пятерка кубков? Это карта исправления ошибок прошлого. Поэтому сейчас у вас для этого есть все возможности. Чего я вам искренне и желаю. Вот таким для вас будет апрель месяц. Отписывайтесь, пожалуйста, как для вас арканы отыгрываются впоследствии или не отыгрываются. Насколько, скажем так, точные расклады. Я очень буду вам признательна за обратную связь. Ну а для тех, кто хочет записаться на индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты сможете найти под этим видео. Ну а я благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер и до новых встреч!